О самом необычном Владимирском фестивале, посвященном сильной половине нашего региона. Сегодня расскажет гость студии Евгения Гурина, организатор второго Владимирского арт-фестиваля «Мужество, мужское творчество». Евгения, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Да. Ну что ж, проснулись после пандемии, решили вновь вспомнить, как это было. И вот уже во второй раз, я думаю, что масштаб, конечно, фестиваля уже по итогам первого будет другой. Вы еще в прошлый раз обещали сделать выводы и взять на заметку то, что не получилось. И вот в этом году будет другой масштаб. Однозначно. Действительно, прошел этот год, год, в котором не то, что там строить планы, а строить какие-то предположения даже не имело смысла. То есть непонятно, что это будет. Но поскольку мы с моими организаторами, с коллегами из Центра культуры и искусства на Соборной площади, мы люди оптимистичные, вспомнив старую добрую фразу «Через тернии к звездам», мы немножко оторвались от Дня защитника Отечества, чтобы обезопасить вообще все. И прицепились, так сказать, ко Дню космонавтики. То есть тоже праздник, так сказать, больше, ну все равно, будем честно, больше мужской. То есть да, женщины там были, но мужской, мужественной. То есть надо было действительно и творческий все равно он остается. По поводу выводов прошлого года, сейчас скажу про самый главный вывод. Если кто-то думает, что это связано с культурной программой или с чем-то, нет. У нас будет буфет. Это один из вот таких, действительно, как ни странно, оказался ключевой момент, который люди очень просили. Потому что все-таки предполагается, что на фестиваль настолько насыщенная программа, что человек приходит не на час, на два, то есть человек приходит на целый день и куда-то там выбегать, покушать, еще что-то. То есть это нужно. То есть буфет будет, я всех успокаиваю. Да и путь к сердцу мужчины, друзья, вы знаете, лежит через буфет однозначно. Дорога все равно такая. Это вот оно. В каких-то других моментах, да, то есть мы пошли более широко. То есть мы отрываемся от чисто такого узконаправленного, да, то есть мы говорим мужское творчество, вроде как тогда вот что-то руками делают. Нет. Мужчины творят, они творят руками, они творят глазами, голосом, вообще всем организмам. Поэтому у нас и музыкальная программа насыщения, и выставочная. Вот я сюда сейчас ехала, я посчитала, чисто вот статистически даже, у нас получается, что на фестивале вот в эти три дня у нас проходит семь выставок, два маркета, ручной работы действительно, и там вот еще, 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 еще всего много. То есть именно очень широко, очень более охватно тематически. И много как бы неожиданных вещей достаточно. Итак, программа рассчитана на три дня. Да. Два дня, мы поняли, в два дня мы не помещаемся. То есть все-таки хочется, вот в прошлом году, да, мы вынуждены были и с концертом, очень многим отказывать, потому что, ну как, ну, не будешь встать там по 15 минут, сыграли ребята, да, и все, пошли. Кто-то не успевал на какой-то из дней, кто-то не может в дне. И, то есть, да, мы решили, что три дня мы справимся. И мы это, да, справимся. В этом году на афише расположился творческий космонавт в самом центре. Это не случайно? Нет, нет. То есть, именно то, что мы перешли от Дня защитника Отечества ко Дню космонавтики, это дало очень хороший такой толчок творческий и для мастеров, и для всех. То есть, даже вот, да, вот в афише, то есть я очень рада была, набредя на вот это изображение. Допустим, фотоклуб «Спутник». Будет фото-выставка обязательно, да, и она называется «Космические фантазии». Но космические фантазии не то, что там, да, мы смотрим на небо, фотографируем звезды. Нет, от этого мы как раз отошли, ребята. То есть, это будет космос внутри нас, космос рядом с нами. То есть, буквально, да, ну, приоткрою какие-то, да, там небольшие тайны. То есть, если посмотреть на кусочек сыра, можно кто-то увидит кусочек сыра, а фотограф увидит поверхность планеты. И вот такое, да, она даже называется, то есть, ироническая и ситуационная фотография. То есть, как бы чуть-чуть такая шутка, творческая шутка о космосе. Кто-то из мастеров делает там деревянные, вырезает статуэтку космонавта, да. Это что в этой частности. Также будет, вот это один из сюрпризов, один из эксклюзивов фестиваля, это выставка астрофотографии. То есть, астрофотографии. Я не буду говорить там вот мудрыми словами, то есть, Антон Андрианов, вот он играет в группе Эллингарден, и он же это делает. Там очень написано у него хорошо, расписано, что он изобрел, что он сделал. Но для себя я поняла, что это фотографии Луны, фотографии звезд и планет, сделанные просто с балкона дома. То есть, вот такая вот удивительная история. То есть, тематика будет сквозить во всем, на всех площадках? Да, оно чуть-чуть, оно идет. То есть, я все время всем при этом повторяла, участникам, да, и желающим, и всем, что, ребята, нет, у нас фестиваль не посвящен космонавтике, да. Но дата рядом, мы чуть-чуть как бы отдаем такую честь в этом отношении, то есть, именно такому празднику. Тем более, что в этом году 60-летие полета первого человека. И наша Земля-тесто связана с этим. Ну, об этом отдельно уже в эфире телеканала «Вариант» о нашем проекте, который мы готовим. Итак, множество выставок, семь, но сейчас вы сказали только двух. Да, то есть, вот мы заходим, то есть, у нас есть выставка фотографий клуба «Спутник». Дальше мы поднимаемся и видим выставку картин, это будут репродукции Алексея Леонова, космонавта. То есть, опять-таки, вот к тематике космонавтики. Будет выставка двух работ Михаила Блинова. То есть, в прошлом году Михаил привозил больше, сейчас он становится безумным и популярным автором. Мы очень рады, у него выставка там-сям. Будет две работы. Но хватило бы, честно говоря, надеюсь, Миша не услышит, хватило бы одной, это его гончие. Гончие, она метр шестьдесят размером. Это потрясающая пластичность скульптура, которая крепится в одной точке. Сделана вот у его вот этой вот техники, он, так сказать, основатель, то, как он работает с металлом, это потрясающая вещь. То есть, то, что он дает ее и показывает вот на фестивале, это удивительное. Дальше у нас будет художников выставки. Художественное объединение «Артнавис» будет выставлять свои работы. Какие работы, будет сюрпризом даже для нас. То есть, ребята, вот они говорят, мы будем участвовать, мы привезем, мы поставим, все. То есть, здесь мы доверяем. То есть, сохраняется даже какой-то сюрприз для авторов. Еще одного художника будет выставка Виктора Воробьева. Дальше у нас вообще будет суперэксклюзив. Суперэксклюзив – это выставка, фотовыставка от Музея Владимирского Централа. Это совершенно вот такое вот, мы даже не ожидали, не верили до последнего, что случится, поскольку все-таки это сложная система. И, как говорится, и в музей, как говорится, с улицы-то не зайдешь, а тут музей приходит к нам. Безумно романтичное название выставки самой тюрьмы «Ремесло Акаянне». Мы ни в коем разе не популяризуем там творчество какое-то, да, это будет именно информационное. То есть, по истории, о тех известных творческих людях, которые оказывались в ситуации зарешеточной. То есть, вот это вот будет. Более того, то есть, мы отводим целый зал под эту выставку, и рассказывать о ней, презентовать ее будет сам вот создатель, хранитель этого музея Игоря Закурдаева. То есть, это, безусловно, этим надо воспользоваться. То есть, вот это вот такая очень интересная идет выставка. Так, что... Мастер-классы. 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 Помимо такого, скажем, достаточно традиционного набора, очень хочу позвать людей на эксклюзивный мастер-класс. Он называется «Человечки из проволоки». Владимир Нежный его проводит. Первый раз мы его попробовали вот на творческих выходных в парке, и это была потрясающая совершенно картина, не характерная для вообще современного времени. Когда стоит стол, на нем какие-то фигурки, проволочки. Вокруг стола, на газоне сидят мальчишки, сидит сам автор мастер-класса, и они что-то делают. Самокаты валяются с велосипедами в стороне, и про телефоны вообще никто не вспоминает. Они сидят, они работают руками, они счастливы, глаза горят, и это мальчишки. То есть вот, чтобы увидеть, как говорится, своего ребенка вот в таком варианте, это безусловно надо идти. Ну и другие там будет набор, то есть можно и поучиться рисовать будет, и для самых каких-то маленьких ребяток там будут мастер-классы, и декупаж, то есть такое оно будет. То есть где-то тоже там порядка 10 мастер-классов идет. То есть будет вот такая история у нас. А самые яркие представители музыкальной программы? Музыкальная программа в этот раз действительно потрясающая. Есть моменты, которые я очень давно ждала. Кто-то не мог в прошлом году. Ну, во-первых, наша любимая группа НЛО. То есть это мы уже смеемся, что Олег Зеленин – это талисман нашего фестиваля. Ну вот так, так ему повезло. Бесконечная история группа будет. Будет группа Эллиен Гарден. То есть они тоже, как бы, ребята очень известные. Если кого-то сейчас не вспомню, то есть программа насыщенная, да не обидятся они на меня. В субботу или в воскресенье, могу соврать, но посмотреть надо будет по программе, будет выступление студии сценического фехтования «Волчий глаз». Последний раз их выступление я видела, наверное, года 2 или 3 назад. И вот это вот ощущение, вот этот под музыку идущий бой на сцене, вот эти мурашки по коже – это надо, это надо видеть. Вот. Будет завершать фестиваль тоже очень интересное фаер-шоу. Театр огня будет, ну, не с открытым огнем, а со светодиодной. Тоже потрясающая вот эта вот история. Музыканты, то есть у нас разная такая вот. То есть оно и барды, и рок-музыканты, и блюзов история. То есть вот на любой, как говорится, вкус. А сейчас, извините, меня надо процитировать. Видео-визит дизайнера-вязальщика из Амстердама. Ждем, заразочку! Пардон за мои слова. Есть два интересных. То есть есть господин Курочкин, который вяжет потрясающе большие кардиганы в Москве, вот, но к нему мы пока не приставали. И есть очень такой эстетический и очень интересный внешний товарищ. Да, он вяжет. Он голландец, он живет в Амстердаме. То есть Амстердама было ближе, чем до Курочкин в Москве. То, что он вяжет, он делает совершенно потрясающие вещи. Он мужчина. И мы написали ему письмо. Стефан его зовут. Вот, мне забыла фамилию. Что мы хотим сделать сначала презентацию фотографий ваших работ, показать нашим русским мужчинам, да и русским женщинам тоже, что вообще, что может делать мужские руки, вот это вот, что они могут. Пока ждем. То есть мы ждем, надеемся и верим в это. Ну вот такой, да, интересный. Расползаемся. Что касается зрительской аудитории, я думаю, что это будет интересно всей семье посетить, не только мужчинам, прийти на мужчин посмотреть, правильно? Да. Нет, ждем всю семью, потому что, опять-таки, вот я сказала, да, там два маркета. То есть у нас есть, будут представлены работы мужчин, там, кожевеников, кузнецы, работа с деревом, будет отдельный весенний маркет. Естественно, как бы, ну куда мы денемся без дам? Собственно говоря, сама организатор-то, у нас сама, будет посмотреть. То есть это и украшения, и какие-то интерьерные вещи, то есть оно все это будет. Те же мастер-классы, они направлены на разное направление. То есть это фестиваль, при всем вот, да, то есть там такой брутальном, каком-то мужском наклоне, все равно семейный. Не поздно ли еще заявиться участникам, и как это сделать? Музыкантам сразу скажу, нет, все, мест нет. Если мастера, или вот что-то там такое вот интересное, постараемся найти. То есть по мастерам, естественно, мы учитываем все равно всю эту безопасность и прочее, то, что пока у нас еще остается, да, там все эти дистанции и прочее. Но Дума офицеров, он большой уголочек, мы всегда найдем. Потому что вот даже чуть позже, да, вот у нас появился участник Владимирский исторический клуб, Владимирская милиция, военно-исторический клуб. То есть ребята делают фотозону, где можно будет сфотографироваться в военной форме, в антураже советского вот такого милицейского то ли поста охраны, то ли кабинета. Еще они обещают тоже две фотозоны, я тоже опять-таки не видела, то есть там что-то будет вот интересное в этом отношении. Местечко найдем. Ну что ж, это была Евгения Гурина, организатор второго Владимирского арт-фестиваля с мужским характером. Спасибо огромное и всех приглашаем на это большое мероприятие. До новых встреч! До новых встреч!